Братья и сестры, здравствуйте! Поскольку по субботам мы пытаемся найти что-нибудь более-менее невредное из кинематографа, то вот сегодня у нас опять эта же рубрика. Я вам предложу кино под названием «Многоэтажка» 2022 года. «Многоэтажка» запомнить очень легко. Когда Чайковский приехал в Америку, он был шокирован высотными домами, искренно считая, что выше второго или третьего этажа человеку жить неестественно. В принципе, и все мы согласились бы с Пётром Ильичем на его месте, но с тех пор так уж случилось, что земля засеяна человейниками, в этих человейниках мы живем, и это, собственно, единственное недвижимое имущество, более-менее серьезное, которое есть у среднего российского гражданина. Какие-нибудь энное число квадратных метров в бетонном монстре, где-нибудь там на краю дымящего заводами какого-нибудь города. Ну или там могут быть разные нюансы. И эти дома, как Ноевы ковчеги, забитые всякой тварей по паре, в котором каждая жизнь там шумит, они очень интересно всегда высвечиваются в кино. Ну и там есть у Хичкока фильм «Окна», но там и не про такие большие дома. Там есть какие-то перестроечные фильмы, где дом как метафора страны. И там есть фильмы того же Ильдара Рязанова, где кто так строит, вот это, значит, третья улица строителей, когда города разные, дома совершенно одинаковые. Это как бы то, там же это есть вначале, что мы живем в одинаковых домах с одинаковыми мыслями. Вот это все... Короче, это везде есть. Где-то у Быкова есть фильм об этом. И вот этот фильм тоже, в принципе, об этом, эти монструозные, многоквартирные, многоподъездные, эти одинаковые, до жути одинаковые дома, до жути облепленные одинаковой керамической плиткой, значит, такой, с одинаковыми лифтами, с одинаковыми парадными. Там чуть чище, чуть грязнее. Там есть консьерж, там нет консьержа. Там это детали довольно важные, конечно, да, но с парковками возле дома. Короче, это наша реальность. И вот в этом всем люди живут, значит, и рождаются, и умирают в этом, и другого не знают. И вот предлагаемый фильм пытается нам преподнести, значит, некую вот эту монструозную реальность с точки зрения человеческой. Там заходит девочка в подъезд и не выходит из него, и домой не приходит. Вот она зашла, ей нужно было на лифте подняться, и нету ее дома, как бы, и камеры проверили, из дома не выходило. И дом огромный, и нужно... Это как иголка в стоге сена. Человек вот в этих вот огромных пространствах, бетонно-кафельных, значит, это иголка. А это стог сена, причем еще определенный стог такой, в котором каждая соломинка имеет свое мнение. Потому что там свое, там свое, там дерутся, там пьют, там блудят, там молодежь зажигает, значит, там кто-то, значит, втихую с ума сходит, значит, там кто-нибудь книжки читает. Это же вот в каждой клетке, значит, такое. Вот. Может, рук, значит, не разнимут двое, там в каждом доме, друг, есть окно такое, и вот окна, вот и окна в сумраке зажглись. Это вообще величайшая, интереснейшая тема. Очень трогательно, например, помню, на раскрыто в фильме «Влюблен по собственному желанию». Где-то там так вот зажигаются окна, и там видно, там старик не спит, там ребенок в туалет встал, там в карты играют, там жених с невестой там допивают, доедают все, что осталось со свадьбы с друзьями. Интересно, там с теплом. А здесь пропал человек, пропал человек в доме, и его очень трудно найти. Папа бросается на поиски, значит, поиски очень любопытные. Это не главный герой за моей спиной. Этот герой, это будет вообще последняя действующая фигура этого фильма, если уж так чуть-чуть спойлерить. И он там будет без вины виноватый. Это человек, который сделал много хорошего, но над которым зависает страшное наказание, потому что общество, оно вообще иногда не способно разобраться, кого наказать, кого наградить. Так бывает. Очень часто бывает, что награждают того, кто недостоин награды, а наказывают того, кто ничего плохого не сделал. И там будет тоже такой момент вот этой вот толпы возбужденной, там, этого общественного подозрения, наказания невинных, там, значит, и награды непричастных. Ну, как-то, это пословица уже даже есть такая. Непричастных наградим, невиновных накажем. В общем, мне этот фильм понравился. Он такой, он не черный, он такой вполне реальный. Он такой, какой он есть, какие мы есть, такой, без особой такой, надо чернильной такой, черноты. Нет такого, нет. Но он такой живой, в общем, да. Болезненный срез по-живому с нашей, с нашей ежедневной, такой, значит, реальность. Многоэтажка. Многоэтажка. Как бы хотелось, чтобы там, чтобы везде, где мы живем, было, было вот светло и весело. Чтобы было, было радостно и чисто. Чтобы не было нагажено. Чтобы не страшно было войти, если лампочка погасла. Чтобы, чтобы люди друг другу были приветливы. И рады, что в каждой квартире, хотя бы даже и в этих монструозных, огромных домах, было чисто светло и радостно. Пока что так не получается. Приятного просмотра, если здесь уместно такое слово. До свидания.